всем привет всем доброго времени суток кто где к нам подключается кто с нами на фейсбуке кто на хабадатру кто с нами на нашем колхозном зуме вот это любимая картинка моей жены где меня показывают во все во всех экранах вот можно посмотреть из-за этого у нас упала тут на маленькая штучка мое новое изобретение компьютерное сейчас мы его поправим и начнем учиться есть отлично поехали так извините за неполадки все все не отвлекайте меняется на то что выпил перед уроком и так если вы полном шоке недоумения того куда вы попали что вы сделаете зачем это нужно не имея представления зачем это нужно точно вы попали на ежедневный урок по лекцию по недельной главе торы это лекция тоже много-много-много лет с вами у нас у нас с вами и мы с вами доучились то я не знаю даже какого цикла в книге по книге бы решить а как вы знаете это моя очень-очень люблю эту книгу чем поговорить на эту тему и сегодня вот моя жена наверное уже подключился не подключился я не вижу точно кто подключается и вот она не даст соврать я просто сегодня у меня тюделька в тюдельку какой лилипута в минутах-минутах ничего не успевал все все в последнюю секунду одно за другим думал может быть еще завтра такое большое мероприятие может быть нет начал нет не нет а да чудо что у нас не было урокопытания поэтому мы с вами конечно не пропустим главу лех леха тем более я целую неделю вы нашего прямо вот можно даже сказать рожал одну тему который к сожалению полностью ну это просто невозможно в формате лекции и раскрыть те вопросов очень много но надеюсь вам будет интересно ну а сейчас как обычно спасибо всем кто присылал имена вот нас такой большой список со всего мира в честь кого в заслугу кого память о ком мы будем говорить сегодняшние слова торы но но дамы и господа не тут то было обычно вот я все время вас прошу ведь это не обязательно только в заслугу или выздоровление кого-то можно по хорошему поводу и поэтому я хочу поздравить с днем рождения двух постоянных участников можно даже смело сказать участниц наших занятий это иная ворска которая судя по всему онлайн раньше она приходила in person но мы с ней все увидимся кто будет здесь пятницу на нашем большом субботнем мероприятии и будем отмечать день рождения он именно в шаббат а дамы и господа вы не можете даже себе представить потому что именно сегодня в четверг уже правда закончилась по еврейскому календарю день рождения нашей замечательной рэбэцен она которая еще по совместительности моя жена поэтому ей большой большой мазалтов именно тет хэшван по еврейскому календарю так что дамы и господа если хотите броку просите у нее правда день рождения прошел он был сегодня но шаббат он включается всю неделю поэтому простите у него броку на шаббат тем более что у нас будет большая компания здесь в пятницу в общем судя по всему к ней будет стоит очередь но а теперь тем минам которые присылали в первую очередь сегодняшние слова торы память о ари лей бен исроэль алина бас софия йосиф бен ливши ариэль бен блориа уриэль бен блориа рахиль бас ицхак лазарь бен вольф александр бен лазарь анатолий бен лазарь бен ицхак исроэль бен ицхак груня бас шиман и ле абде абдалот совершенно в другом контексте сегодняшний слова тора поставляются по сообщается рифуа шлима быстрому выздоровлению где у нас имена вот юдис бас шушана сара бас сара хая бас мирям хая ривка бас лиса элишева хана бас лиса элишева ханок бен ривка александр бен минца мирям бас евгения виктор бен этал эстер бас светлана элка бас хана хана бас элка лэв бен злата лэв бен зельда катрин бас александр элик бен злата цырл бас хайка моши бен хайм бен пейся мая малка бас лиза лея тиферя садаса бас япа один аяпа бас мирям эфраин бен олег александр бен эмилер виталий бас анджела лезер бен рая ионатан бен танятоба хая мушка бас рохал лишева бас сара клара бас байса леонид бен клара виталий бен ленина абрам бен лео сара лео бас хая ида бастува хасима бас хана тамар бас нора лейб мэлэх бен лео море хай бен малка лео бас сара лео альмок бен хагит я думаю рахель лейба бас йоспе злату бас неси людмила бас клара михаэль бен жанна хана эстер бас сара сара бас кейла лео бас малка жанна хана бас мина злата мирем бас ася снат хай цирл бас сурат зелда бас хай цирл хава япа бас леора наталья бас алексей людмила бен иван ксения бас васильев виктор бен туся всем рифуа шлейма только хороших новостей а я выведу текст на экран ой тут у нас прямо все теперь очень сложно почему не могу вести на экран ой ой это не хорошо так 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 куда что должен делать соль это новый компьютер почему-то он не дает мне не у меня просто тот начал перегреваться умирать быстро поэтому соль соль это нам нужно убрать это нужно оставить а почему не могу сделать его на экране окей это очень очень плохо сейчас еще раз попробуем grand access окей сейчас две секунды и а Все, сейчас все сделаем. Тут все очень нормально. Окей. О, все, работает все. До свидания. Все работает. Поехали. Так, где наш сафари? Вот сафари. Сейчас мы увидим. Сафари на экран. Вот у нас сафари на весь экран. Открыли, увеличили. Всем видно? Да. А? Вы побольше? Побольше нормально? Можно еще больше. Окей. Все, больше не увеличится. Все. Окей, все. Это все готово. Sorry, извините за техническую задержку. Просто новый компьютер. Делаем Диму старшим по палате, так как Гриша у нас старшего по палате сейчас в Израиле. И так, я не понял, где мой скрин? Почему он не выходит? Да. С новой системой она не очень работает. Почему это нам показывать, это не нужно? Прошу прощения за задержку. У нас все получится. Сейчас, одну секунду. Окей. Все, всех пускаем. Не волнуйтесь, пока я всех пускаю. Есть. Это есть. Это есть. Стоп. Все, кто опаздывает, заодно могут подключиться. Видно, да? Да. Здесь видно. Сейчас. Последняя попытка. Попробуем Диму сделать хостом, чтобы не отвлекаться. Хост. Нет. Так, Дима, придется от меня, я не знаю, почему он уходит с экрана, если я делаю тебя хостом, поэтому придется мне отвлекаться во время занятий. Где нашу хостом? Все, так уже и будет. Куда мы денемся с подводной лодки? Окей. Окей. Окей, судя по всему, в новой версии нужно, чтобы хост имел этот файл. Иначе я не понимаю, почему он будет. Окей, все. Так и быть, Дима, ты сегодня свободен. Off the hook. И я попытаюсь всех пускать, никого не выпускать и выключать всем звук. Попробую делать все одновременно, как это обычное дело, хотя женского начала, судя по всему, у меня нету, что мы сегодня и обсудим, потому что именно женщины, они мультитаскинг и могут делать все вещи одновременно. Я точно знаю, я уже 26 лет женат на человеке, который может делать все, включая раскручивать этот земной шар, поэтому еще раз ее с днем рождения. Ну, итак, поехали. Mission accomplished. Mission accomplished. Все закончено в миссиях, хотя наша глава Лех-Леха все только-только начинается. Почему же глава нашей лекции сегодня называется Mission accomplished? Потому что я хочу с вами поговорить о одной теме, которая очень широкая, очень много обсуждается. Я почти несколько раз в неделю точно получаю вопросы по этому поводу. Я знаю, что у многих из присутствующих есть вопросы на эту тему. Попытаюсь на них сегодня ответить. И мы с вами будем говорить о именах. Именах, как мы даем имена. Точнее, имена, как мы даем, это понятно. Все знают, и об этом тоже в нашей главе говорится. Но там все не так просто и не так однозначно. А самое интересное, можно ли нам менять имена? Может ли еврей взять, дали ему родители имя при обрезании? Или там себе взял имя при обрезании? Или взял имя девушка у Тора? Или при рождении дали ребенку? Можно ли поменять имя? Для меня это не праздный вопрос, потому что до пандемии я очень много ездил с всякими семинарами, лекциями по советскому пространству, и в Европе, и в Израиле. И был один семинар, который проходил каждую зиму. Он назывался Zoom. Ни про кого не будет сказано. И я был на многих этих семинарах, но кроме того, на крупных мероприятиях я тоже был как ведущий, все там проводил, и молитвы, и давание еврейских имен, которые читал молитву Равлазар, главный раввин России. А мне нужно было это все, так сказать, координировать. И я так уже сложил. Спасибо Всевышнему. Иногда, наверняка, не очень. Нет, конечно. Спасибо Всевышнему. У меня очень хорошая память. И я очень хорошо помню... Кто пришел? Да? Если кто пришел... Дамы и господа, для тех, кто волновался... Те, кто волнуется, к нам пришли офицеры, которые нас пришли проверить, что у нас все safe. It's just going all around the world. It's your name. Рабе Ашералов. Окей. Алекс, we'll take care of this. Окей. Ай, тебе все. Мы safe safe synagogу. Итак, поехали. Так вот, к чему это рассказывал? Я рассказывал о том, что... Так очень хорошо запоминаю визуально людей. И как-то я был на этом семинаре, где давали имена, потом, значит, через год был на другом семинаре. И я запомнил, что девушка, которая брала имя, на прошлом семинаре пришла опять брать еврейское имя. Я говорю, чувиха, это не дела. У нас берут имя один раз. Она говорит, нет, то имя у меня было для прошлого семинара. Сейчас я хочу новое имя. Дамы и господа, это не работает так. Имя это не по настроению и не по сезону, и не по возрасту. Имя имеет очень-очень важное значение. И поэтому сегодня у нас эпиграфом Жан-Поль Сартер Сартер I confuse things with their names. That is belief. Действительно, Сартер, как присуще ему, копнул достаточно глубоко. Или имя, которое есть у человека, у вещь, у чего угодно. Или это действительно отражает суть или нет. Судя по мнению Сартера, как вы видите, что это обычно misunderstanding. Это необязательно правильное понимание вещей, если мы судим вещи по имени, по их названию. Хотя, давайте подумаем просто, если уже говорили о Сартере, о человеческом психике. Когда в нашем сознании есть определенные вещи, которые сразу вызывают у нас определенные ассоциации. Но я не знаю, если я скажу Эверест, понятно, мы подумаем, что это высоко. То есть имя несет в себе бесспорно какую-то информацию. Теперь в еврейском понимании имя имеет очень важное значение. Мы сегодня об этом поговорим. Насколько это вообще критический момент. Не только то, что дают имя ребенку, а вообще само отношение к имени человека. И для того, чтобы, так сказать, загрузить сразу цитата из Шара Гилгулим. Книжка написана Харапхайм Виталем и со слов его учителя Аризеля так и называется «Ворота реинкарнации». Но я не буду сегодня... Вы же меня знаете, дамы и господа. Я не люблю грузить о том, как космические, каббалистические корабли бороздят Большой театр. Но, дамы и господа, бесспорно, когда мы говорим о именах, сегодня мы коснемся достаточно много каббалы. Нет, пожалуйста, как многие делают, не обращайтесь ко мне и не просите, пожалуйста, проверьте наши имена или у нас все в порядке. У вас все в порядке. Проблема не в именах. Проблема не в том, как вас называют, а проблема в том, что мы с этим делаем. Как опять же, приведу пример. Была одна пара, которая там разводилась и они просили, чтобы я им делал там развод и так далее. Я не делал им купу. Я говорю, знаете что, принесите пока сначала свою ктубу, проверим, что там, как там. Ну, потом в этой ктубе выяснилось, что хупа была совершенно не кошерная, потому что неважно будем говорить, кто ее проводил. И оказалось, что она была в шаббат, эта хупа. И имена свидетелей, которые были подписаны под хупой, были написаны все имена и весь еврей одной и той же рукой. И имя второго свидетеля не имело никакого отношения к тому месту, где проводилась хупа. Я точно знал, что его там не было. Просто тот человек, который провел хупу, у него писал на еврей и попросил человека, который ему все написал. Я говорю, ребята, вам вообще не нужен скорее всего развод. На всякий случай сходите в Бейзин, потому что есть одно мнение, что если вы жили среди религиозных евреев, то мнение Роша, то да, все равно нужен развод, потому что кто-то мог быть достаточно кошерных свидетелей, которые будут считать, что вы муж и жена. Тогда, ну, на всякий случай, нужно сделать развод. В общем, жених, муж, точнее, устроил целую истерику и говорил, вот, это этот раввин во всем виноват, он неправильно нам сделал ктубу, и поэтому у нас ничего не получилось. Я им пытался объяснить, что семейная жизнь, нет, ктуба это очень важная штука, в этом много каббалистических смыслов и так далее, и очень нужно следить за тем, что не было ошибок и так далее, но семейная жизнь не определяется бумажкой, она определяется настолько, насколько мы готовы вкладываться в это, в наши отношения. Точно так же имя человека, оно критически важно, но любое имя как минимум дуально, а мы увидим с вами, что вообще каждая буква в имени может иметь сразу несколько значений, и поэтому, в конце концов, зависит от нас с вами, какой мы делаем выбор в соответствии с этим именем. Но говорит Аризак, точнее Ревхан Виталь со слова Аризаля, посмотрите второй параграф. И бывает так, я знаю, что я цитировал эти слова, хотя более обработанные эти слова, в более человеческом, доходчивом языке словами Рабина Хамена из Бреслова, но давайте действительно сегодня уже посмотрим наконец-то первоисточник. Что же говорит Аризаль? И получается, что когда рождается человек, и родители его папа с мамой дают ему имя, которое у них происходит вот-вот в мозгах появилось. Дамы и господа, понятно, что мы даем имена в честь кого-то, в память о каком-то, мы обдумываем эти имена, но Аризаль настаивает, что тогда, когда принимается решение, то тогда это действительно как то, что Всевышний вкладывает в мозги этому человеку, это и есть пророчество, есть израильский анекдот, где муж с женой долго спорили о том, какое дать имя, в конце концов, пришли к какому-то общему мнению, жена сделала хорошо, муж пусть будет по-твоему, как ты скажешь, когда начали делать бриз, муж так нервничал, жена плачет, он забыл, забыл, какое имя решили дать ребенку, Моль говорит, ну вы, корреш, моба Исраэль, и будет названного имя, и так далее, и так далее, и так далее, баба говорит, я не помню, я не помню, пытается спросить у жены, жена плачет, там ребенка обрезает, она там падает в обморок, ну Моль делал вид, что все нормально, сказал, вы, корреш, моба Исраэль Аврам, назвал его Аврам, в конце концов, первые евреи звали Аврам, о котором мы сегодня поговорим, назвал его Аврам. После того, как все закончится, муж приходит к жене, говорит, слушай, какое имя мы вчера выбрали, она говорит, я не знаю, какое ты выбрал, но я выбрал имя Аврам, он подходит к Мойлю, и говорит о том, как ты знал вообще, что моя жена хотела именно имя Аврам, он говорит, я не знал, какое имя хотела твоя жена, но когда папу зовут Нахор, то скорее всего, его имя сына будет Аврам, окей, это религиозная шутка, но не суть важна, я думаю, вы догадались, так вот, когда имя дается, это действительно пророчество, это то, что Всевышний вкладывает нам в мозг, в разум, что, какое имя дать ребенку. Это не случайно, и вот так вот, просто подвернулось это имя. А Всевышний сам вкладывает уста именно то имя, которое подходит именно этой душе. Так дается имя ребенку, Всевышний вкладывает в уста отца. Это опять же, здесь я должен, ну, как вы понимаете, у меня такие истории дофига и больше, но опять же, должен привести историю, которая была как-то, когда делали обрезание, люди, ну, вообще были, вообще далеки от всего, но при этом решили, я знаю даже почему, решили сделать все по правилам, все обрезание. Когда такое, сделали уже наконец-то обрезание, все очень нервничают, люди очень далекие от иудаизма, куча народа, еще в старой синагоге это было. И я спрашиваю у папы с мамой, ну, а какое имя? Они говорят, при чем? А при чем здесь мы? Я говорю, ну, вы выбрали имя? Нет, нам сказали, что раввин на обрезании должен открыть специальную книгу, посмотреть и выбрать имя ребенка. Я говорю, вы, наверное, не в ту церковь зашли, это не у нас. А ну-ка, давайте быстро выбирайте имя. Я не помню, я бы красиво, чтобы закончилась бы эта история, если бы сказал, мы ребенка назвали Авраам, но я не помню, как назвали тогда ребенка. Нет, это действительно пророчество родителей, которые Всевышний вкладывает в их уста определенное имя, которое связано определено с этой душой. До того, как мы пройдем дальше, там дальше очень критические слова, которые говорит Аризаль, я хочу сделать одну небольшую здесь поправку. Я понимаю, дамы и господа, что многие из нас, поднимите руку, сидящие хотя бы в зале, да, поднимите руку, даже сидящие в зуме, сколько вас там, куча народа уже, да, которые сидят в зуме, кто, кому родители пророчески на восьмой день дали имя. Хайму, Хайму, говорят Хайму, поэтому Хайм такой хороший, так все любят, да, учитывая, что он еще и левый. Но, дамы и господа, да, я знаю, Хайм, что вам дали имя на восьмой день, но мы сами, да, выбирали себе имена. Теперь, могу даже рассказать душесчипательную историю, учитывая, что мой папа вышел на пенсию и сказал, что теперь будет все время смотреть мои лекции, то когда мой папа брал себе еврейское имя, ему было 36 лет, приехал редкий муль, долетевший до середины Дерибасовской в Одессу, и он пошел делать обрезание, то ему нужно было выбрать имя, и в своей лаборатории ему позвонил моей маме, благословенная память, от которой была заучим Одесского художественного училища, и у нее в этот момент было какое-то заседание в кабинете, и говорит, я иду делать так, спокойно, дорогая, я иду делать обрезание, понятно, что моя мама уже в забудухание спорила, какое обрезание посреди бела дня в городе Героя Одессы, она говорит, ну мне нужно выбрать имя, он говорит, послушаю, у меня тут люди в кабинете, я должен прямо сейчас должен уходить, прямо сейчас выбрать имя, и что мама сказала, что ты говори имена, я говорю, да или нет, другого варианта, выбирать, во время какого-то там педсовета в Одессе в 90-м или 91-й год был еврейские имена, это было бы немножко странно, а потом объяснять, чего это они обсуждают, но в конце концов, так мой папа выбрал имя, так вот, это не просто так мы выбираем имена, а Всевышний кладывает нам в уста, но вопрос, что делать нам с вами, Гену наверняка звали, родители назвали Геной, правильно? Конечно, потом это вы уже знали, цивилизшем, правильно? Так вот, Любавического Рэба действительно как-то спросили, был парень, который сделал обрезание и не взял себе имя, его звали Брайан, он спросил у Рэба, он спросил у Рэба, какое взять ему имя, и он сказал, что очень важно, чтобы ты взял имя, которое или по смыслу, или по созвучию подходит к той имени, которое у тебя есть, к нееврейской имени, и этот парень взял имя Борух, да, Брайан, Борух, ну, где-то что-то, где-то что-то там есть, я знаю, что здесь, по-моему, присутствует эта женщина, у которой действительно так поменяли имя, хотя моя мама, ее тоже звали Ольга, и она поменяла имя на Юхэб, это было еще раз благословенное память, но у любающих Рэба действительно как-то спросил парень, который собирался жениться, и у его девушки, которая была еврейка, не было еврейского имени, ее звали Ольга, и он спросил у Рэба, на какое имя, какое взять еврейское имя, и он посоветовал Рэба, посоветовал взять имя Элка, просто потому что по созвучанию оно подходит, то есть к чему я это говорю, это говорится о том, что имя, которое дают родители, даже не еврейское имя, оно имеет значение, и когда человек меняет его на еврейское имя, а это спокойно можно делать, это должно быть где-то, как-то пересекаться, что-то должно быть, какой-то смысл, что говорит дальше Штамариза, можно подумать, что сам Шмотбейс Баарец, как сказано в Танахе, что он установил имена на земле, здесь очень сложные каббалистические слова, которые я переведу, не слова, а просто формулировка, которую я обязательно переведу и объясню, говорит здесь Аризаль, что имя, которое получает человек, оно соответствует органам высшего человека, то есть высший человек это та структура, с которой общая, общность душ еврейского народа, с которой проецируется затем душа в этот мир, она проецируется по форме человека, соответственно, она соответствует какому-то из органов этого высшего человека, как бы источника мироздания, это не имеет в виду всевышний высший человек, И оттуда высший человек – это выше, чем уровень Брия. Если кто-то разбирается в терминологии Кабалы, высший человек – это Адам и Леон. Это граница Моросове, Флоро Целут. И что он говорит, что оттуда, когда это имя выходит, до того, как попадают в уста родители, которые называют своего ребенка этим именем, написано, что оно записывается, высекается на троне славы Всевышнего, который соответствует миру Брия, первому сотворенному миру. Откуда сотворенному миру – это Ацелут, а первому миру, где появляется понятие материи. И оттуда дальше это проецируется к нам. То есть момент, который дается имя, оно записывается в картотеке. Картотека, которая стоит под стулом, такой там баксу Всевышнего стоит, под стулом трона Всевышнего. То есть это не просто так. Нам поэтому говорят наши мудрецы, имя имеет влияние. Это имя, которое записывается на троне Всевышнего, каждое еврейское имя, оно дальше через него и проецируется. Мы потом поговорим, что значит душа проецируется в этот мир, проецируется в этот мир. То есть говорит нам Аризаль, имя, оно вообще там прямо у первоисточника, причем, как я объяснил, и нееврейское имя тоже. И поэтому, когда, я знаю, что мы часто к этому возвращаемся, я много это повторял, что имя, мы не занимаемся именами. Рэбэ часто говорил, ломитаскин бешимот. Да, Рэбэ говорил о том, какое имя принять и так далее. Да, даже есть Аллаха, приводится в Шуханорухе, в конце, я не помню, приводил или нет, о том, что когда, не дай Бог, человек болеет, не меняют имя, а добавляют имя. Имя менять это очень большое, это не делают. Но почему? Потому что имя записано прямо у трона Всевышнего, и через него спускается душа. То есть когда мы берем и меняем все имя, все мне не нравится. Опять же, у меня была история с Хупой. Абсолютно тормознутые были ребята, и мы там обговорили, проверили, какие имена, что мы записываем. И тогда было, бла-бла-бла. Когда пришли делать Хупу, Бор был со мной свидетелем тогда на этой Хупе. Жених сказал, а вы знаете, мне не нравится это имя. Вот, а можно мне в Ктубе записать другое имя? Вот, нет, Тоня, я хочу другое сейчас записать имя. И вот так я решил себе выбрать. Я говорю, так, спокойно. Как тебя зовут, так мы и записываем. Все, без вопросов. Короче, менять имя – это большая проблема, потому что ты отменяешь тот источник души, который у тебя есть. Поэтому мы и говорим, что буквы имени – это ступени, по которым душа спускается в этот мир. А кто тебе сказал, что новое имя высекается там на кисе кого? На троне Всевышнем. Ведь то, что говорит Аризаль, что момент, когда родители дают тебе имя – это проекция от общности всех душ, которая отражается, если так можно сказать, на трона Всевышнего, и там оставляют отметку, засечку твоего имени, и тогда попадают в уста родителей, которые дают имя своему ребенку. Менять имя – это абсурд. Это значит, что… А что будет теперь с этим? Куда оно денется? У тебя есть четкая связь. Это связь, которая была установлена твоими родителями, когда давали тебе имя. Ты вдруг решил все, у тебя теперь другая связь? Как с этим быть? Как же поменять? Это полный абсурд. И мы читаем в нашей главе. Мы читаем в нашей главе. Нормальненько так. Посмотрите, третий параграф. Написано. Лайкаре от Шимха Абрам, бая Шимха Абрагам, киаб амон гоимна татиха. Говорится в 17 параграфе, в конце нашей главы, что теперь тебя не будут звать Абрам, а будут тебя звать Абрагам. Да, вы можете сказать, чувак взял обрезание, взял имя, как я был Борей, стал вашим Борохом. Нормально. Но, во-первых, Абрам, Абрам, теоретически это еврейское имя тоже. Мы читали раньше, что у слова Абрам есть значение, мы к этому вернемся. Но вы наверняка помните то, что говорит Аша, что имя Абрам означает великий отец. Абрам. То есть это абсолютно еврейское имя. Он берет и меняет себе совершенно что-то совершенно другое. Более того, окей, допустим, Всевышний выбрал Абрам, Абрам не знал, не выполнял заповеди, не было такой заповеди. Почему сейчас? Обращается Всевышний к Абраму в начале нашей главы, когда Абраму уже 75 лет. Окей, обратился, бум, давай делай обрезание, меняй на Абрам. Нормально. Но только проходит еще целый год. Первая мировая война. И только после этого, так и там в предыдущем праге говорится, Ахара дворимейла, после событий с войной, еще потом, чуть позже, после этого, после истории с Ишмаэлем, только потом Абрам, Абрам меняет свое имя. А Всевышний говорит Аврааму поменять имя с Авраам на Авраам. У меня вопрос. Авраам – абсолютно еврейское имя. Какой имел право Всевышний менять это имя? Терах, который давал имя Аврааму, Авраам, он был непростой чувак. Он был главный супер-дупер поклонник. И не просто мы его называем поклонником, но он был типа Итро, он был специалистом во всем. Он явно шарил в Иврите, потому что сына своего назвал Абрам. Абрам без буквы «гэй». То есть он понимал, что он делает. Значит, Терах не просто так дал имя Аврааму, Абрам, а кроме того, то, что мы сказали, что говорят любопедческие рэбы, что даже если ты меняешь имя, то нееврейский имя тоже имеет значение. Да, мы можем сказать, что здесь он сделал обрезание и берет на себе еврейское имя. Но опять же, тогда возникает вопрос, почему сейчас? Почему не сразу, когда Всевышний обратился к Абраму? Только после этого он обращается и говорит, что теперь, чувак, ты будешь называться… Обращаю внимание, это не сразу. Говорит, теперь ты будешь называться Абрагам, а потом только он делает обрезание. А как должно было быть? Обрезали, дали еврейское имя. А здесь наоборот. Всевышний сначала ему дает еврейское имя и заслугу того, как союз того, что теперь у него есть и новое еврейское имя, добавили букву «э», о которой мы обязательно сегодня еще поговорим. Поэтому давай делай союз и сделай обрезание. Поэтому мы остановили, что дают имя ребенку во время обрезания. Но хронология событий здесь другая. Абраму сначала дали имя, а потом он сделал обрезание. Потому что если это было пятое предложение, что тебя больше не будут называть Абрамом, только в одиннадцатом предложении, в том же парах, как говорится, «Унимал дам цару Летхэмба, а я леот брит бенниу бенха». И вы все, кто с тобой обрежетесь, обрежете крайнюю плоть, это будет знаком союза со мной. Здесь нигде не говорится, что вот сейчас ты обрежешься, и я тебе дам имя. Написано наоборот. Сначала он дает имя, а потом, как знак союза, делаешь обрезание. Понятен вопрос? Чего сейчас? Если мы говорим, что так нельзя менять имена, почему Всевышний решил, что будет менять? Если мы говорим, что это просто он сделал обрезание, так почему не сказал, что сделал обрезание, а потом взял имя? Он наоборот дал ему имя, а потом говорит, что знак наш союза, это будет обрезание. Повторение того же предложения. Оно продолжается. И дальше у нас дается заповедь. Посмотрите, в пятом параграфе следующее предложение. И на восьмой день будете делать обрезание. Все пришельцы, там, рабов нужно обрезать. Но не будем даваться в эти подробности. Но здесь не говорится нигде, что во время обрезания дается имя. Мы уже связали, что Гавраам получил еврейское имя, и потом сделал обрезание, то мы даем имя во время обрезания. Но, по большому счету, здесь сначала было дано имя, а потом было сделано обрезание. И эти вещи напрямую никак не связаны. Почему? И я подчеркну еще раз вопрос, почему вдруг сейчас? Абраму говорится, добавь букву «Эй». И почему именно буква «Эй»? Что нам так эта буква «Эй» сдалась? Не всем добавляли букву «Эй». У нас были другие прецеденты, когда меняли имена, например. Букву кому добавляли? Там тоже поменяли, букву «Эй». Добавляли букву. Кроме Абрама, кому еще? Ну, конечно, связано с Сарой, только это не Сара, а это Яшо. У нас будет дальше, мы потом говорим, Яшо Бенун. Он не был Яшо, он был «Оше». Бенун, и Моше говорит «Вейка». Это было позже. Да, окей. Теперь. Всевышний не... Хорошо, ладно, Бог здесь в Торе противоречит Аризалю. Ну, ладно, уже закончится Абрам. Так нет. Он после этого говорит еще что? Он говорит «Саре поменять имя». После того, как Абрам уже делает обрезание, в том же самом параграфе, посмотрите, уже 15-е предложение. Абрагам уже называют его с буквой «Эй». Сейчас, да, подключаются, отключаются. Так не получается никого назначить, поэтому, да, я буду назначать. После того, как уже Абрама назвали с буквой «Эй», Всевышний говорит ему, вермал Гимл Абрам, «Сарай Иштыха Лотикра Шма Сарай Кисара Шма». «Твоя жена Сара теперь не будет называться Сарай». Повторяют ее имя дважды. Обратите внимание, здесь подчеркивают «Сарай». Потому что написано «Ки», так как ее имя Сара. Он не говорит «Я назову ее теперь Сарой», а он говорит «А теперь, так как она уже называется Сара». Вы обратите внимание на постоянные языки. То есть, так же, как он сказал Абраму, сначала будешь Абрагамом, а потом сделал обрезание. Что мы знаем, точно так же и здесь. Он говорит «Потому что Сару, Сара ее уже не зовут, у нее другое имя. Ее теперь называют Сара». Такое впечатление, что это было принято решение до того. Да, я понимаю, что вы должны обратить внимание, что Абраму добавляют «Гей». Сари меняют «Юд» на «Гей». Мы к этому «Юду» еще вернемся в буквы и тоже наверняка вы слышали про метраж, но потом посмотрим в первоисточнике. Что дальше говорит Всевышний? «Выберахте ута вагамнатати мемена лехабен, выберахте вайта и легоим лмалахей амим мемена ию». «И я ее благословлю, и она даст тебе сына, и у ее, то ей будет благословение». И будет он, этот сын, большим народом и так далее, и так далее. Все знают дальше историю. Окей? То есть, давайте два слова о предыстории. Вы знаете, о чем идет речь. Что у нас было? У нас было Сара, в основном хронологии. Сара с Авраамом, Сарай и Авраам женаты уже много лет. Они приходят в землю Израиля. Есть даже целый комментарий, который говорит, что причина, почему они приходят в землю Израиля. Потому что Сара думает, что вот раз у нее не было детей там в Харане или в Урихолодейском, то вот святая земля, она ей поможет. Она приходит в святую землю, не работает. Может быть, где-то там нужно поехать, где хорошая медицина, где всякие там процедуры проходят, что едут в самую развитую страну. Это кто у нас? Египет. Отправляются в Египет, тоже не работает. Сара уже отчаивается, говоря, может быть, если в доме появятся дети, я тут тоже как-то забеременею, там, показательный. Она берет кого? Агар. И только после того, как у Авраама уже рождается Ишмаэль, Всевышний говорит, теперь ты будешь Авраамом с буквой А, а ты будешь Сара, и у вас родятся теперь дети. Так? Теперь вопрос, почему только сейчас? Да? Но самый главный вопрос, который уже задали. Если для того, чтобы были у них дети, нужна какая-то нетрадиционная медицина и вмешивание в эти имена, что мы только что читали у Ариза или что-то вообще не Камильфо, да, то мы теряем один очень важный момент. Авраам тут при чем? Что, Авраам уже был сын? Да. Авраам точно бесплодием не страдал? Ребенок получился. То есть, можно предложить? Кто? Нормально. Давайте рассмотрим медицинскую ситуацию. Муж и жена, нету детей, все перепробовали, переезд перепробовали, египетских врачей перепробовали, другую женщину перепробовали, суррогатную мать, я не знаю, что нам еще можно придумать, это я так сейчас на ходу придумываю, перепробовали. Ребенок решили обратиться к Равинам. Равины пришли, дали им 1800 долларов, Равин сказал, ой, я посмотрю, знаете, как часто бывает, приходят к Равинам и говорят, о, у вас тут не со стыком. Проверьте нам, ко мне приходят постоянно, говорят, проверьте наши имена, у нас все в порядке, а то мы много ругаемся. Гайз, перестаньте ругаться, ваши имена, займитесь чем-то общим проектом, идите делать детей. Секс очень помогает после того, как, наоборот, поругаться, потом секс очень помогает. Причем здесь имена. Сара и Авраам делают то же самое. Типа у них не было детей, давай поменяем имена, и бут, бут, Всевышний конкретно и говорит, вот это вот чудеса в решете, поменяли имя, и все работает. Это мы можем сказать по поводу Сары, я согласен. Но Авраам тут при чем? Если мы говорим, что вот теперь, когда ты Авраам, то есть логично, то, как развиваются события здесь в Бариши, когда ты стал Авраамом, вот теперь у тебя будут дети, давай теперь еще в твоей Саре дадим специальное лекарство в виде буквы «Эй», и тому, и тому дали буквы «Эй», логично, да? То вот теперь у вас будут дети. Но с Авраамом уже ничего доказывать не надо, у него все работает. Зачем ему дают буквы «Эй»? Зачем ему принимать лекарства? Окей. Да, мы когда-то говорили, две буквы «Эй» вместе, птица, и четыре буквы «Эй» вместе, но не будем уходить в эзотерику. Теперь, не то, что это… у нас было очень много прецедентов, когда меняли имя, но мы не сможем покрыть все моменты, мы коснемся только… я просто хочу, что в контексте, что у нас был еще в книге Барышит в момент, когда меняли имя. Это какое? В самой книге Барышит. Посмотрите, седьмой параграф. Когда вспомните ангел Яков борется с ангелом Эйсова, в конце концов, этот ангел дает ему новое имя, теперь тебя не будут звать Яков, будут звать Исраэль, там тоже все очень запутано, потому что нигде потом в Торе, там даже есть Аллаха, что нельзя тебе Якова называть Исраэль и так далее. Следующее предложение, я его не приводил, все вышли, опять же, Мушарабейну записывает, Яков, и пошел в Яков, Аллатли, Дарко, Яков пошел в Своя, Яков, 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 нигде про Исраэль не говорится. То есть здесь не меняется имя, здесь добавляется имя. Вопрос, может быть, это другая ситуация. Еще раз, у нас нет возможности покрыть все варианты, мы о каких-то поговорим, но эти прецеденты есть. Как это нам соотнести с тем, что говорит Аризаль? Что это очень... Ой, мы еще будем говорить, усугублять ситуацию. Я думаю, что много раз говорил, что с именами мы не занимаемся, мы не меняем имена. Что имена – это то, что даже не еврейское имя, это то, что дается там от Адама и Ильона, оно отражается в кисе, в божественном троне, и потом через это отражение оно спускается в этот мир. Чего вдруг им меняют имена? Чего Всевышний в это вмешивается? А нам говорит – нет, не делать. Более того, если мы говорим, окей, есть такая лоха, действительно, я не приводил здесь, говорит Рамо в Шухонорухе, действительно, но это очень прозрачная лоха, потому что полностью всех объяснений там непонятно. Говорится, что есть такая традиция у шкинавских евреев, что когда там кто-то больной лежит в больнице, так и написано, в больнице, когда лежат в больнице, то приходят раввины и дают другое имя, но добавляют имя. Да, есть такая штука, когда, не дай Бог, человек болеет, добавляют имя Хаим или имя Хая, сам этим занимался, или имя Рафаэль, что-то, что… Да, потому что имя, оно имеет влияние, сейчас мы об этом поговорим, но это может быть улететь по поводу Сары. Саре добавили букву «Эй», тогда вопрос, почему букву «Эй» для того, чтобы она рожала. Тогда зачем она Абраму? Потому что Абраму уже были дети. Короче, я могу еще дольше запутывать историю, но давайте попробуем ее немножко распутать. Итак, для того, чтобы просто скрасить немножко всю эту путаницу и просто понять, насколько важно понимать значение имен, хотя бы на личном уровне, короткая, прикольная история из Талмуда. И Талмуд говорит, а вот вам еще, давайте я расскажу историю, и рассказывает еще одну историю, а также, и также, шли они по дороге, куда-то не путешествуют, не знаю, тут какие-то свои дела у них будут. Говорит, почему там Талмуд, сразу Раби Юд и Раби Йоси не сильно заморачивались по поводу имен, не обращали на это внимания. Они пришли в одно какое-то определенное место, в Ушпиза, и там было место, постоялый двор, короче, где-то можно было у Шпиза, гостевой двор, гостиный двор, гостиная, просто гостиница, слово Ушпизин. Явулеу, они туда пришли, спросили по-видимому У, Бартлера или директора гостиницы, или кто там был, как тебя зовут? Амел Амарлоу Кидор, сказал хозяин гостиницы, зовут меня Кидор. Окей. Сказал Раби Мэйер, Кидор, наверное, он не хороший человек, редиско-грешник, потому что написано в конце книги Дворим, говорит Мой Шарабейну, что Ки-Дор, так как поколение перемен, они. Какое отношение имеет к этому Кидор? Я думаю, что по звуковому смыслу фонетики тут понятно, потому что его звали Кидор, а Раби Мэйер сразу услышал два слова вместе, Ки-Дор, так как поколение перемен, они. Надо говорить о прочих людях, что там все будет нехорошо. Поэтому он сказал, Кидор, наверняка грешник. Какая связь? Раби Уда, Раби Йоси, Ашлим, говорит Раби Уда, Раби Мэйер, вообще не знаю, что он говорит, Кидор, там два слова, это одно слово, и отдали ему на хранение свои деньги. Было принято, что ты на ночь не ложишься своими деньгами, отдаешь в сейф гостинице, отдал в сейф гостинице этому хозяину. Раби Мэйер не отдал ему свой кошелек. Не спрашивайте, почему тут такие странные истории. Он говорит, пошел и спрятал этот кошелек на могиле отца, хозяина этой гостиницы. Не спрашивайте. Млэ Махар, Амру Лэй, ой, я тут пропустил параграф. Тут еще короткая история, что этому хозяину гостиницы приснился сон, говорит отец, что отец ему говорит, иди ко мне на могилу и там в голове возьми то, что тебе нужно. Он пришел, это рассказал Раби Йошо и Раби Уда. Раби Уда говорит, а, когда тебе приснился сон, ночь в пятницу перед рассветом, это шаббат, это сон не считается, иди гуляй. Что сделал в этот момент Раби Мэйр? Пошел и больше до конца их отъезда, до отъезда не отходил от могилы его отца. Там ночевал и хранял свои деньги. На следующий день, после шаббата, они пришли, Ламахар Амрулай, пришли Раби Уда и Раби Йоси к этому хозяину гостиницы, говорят, дай мне возвращай нам в кошельке. А Мэйло, вообще не знаю, о чем говорить. И деньги. Какой кошелек? Кошелек. Какой кошелек? Вместо встречи изменить нельзя. Здесь нужно его привезти. Какой кошелек, он ему говорит? Откуда это? Они вообще не в курсе. Он говорит, я вообще вас не знаю. Раби Мэйр смотрит на своих друзей и говорит, вы что, по имени его не поняли? Почему ты нам не сказал? Я говорю, я, да, поздравлял, его поздравлял, я что, должен считать его за это грешником? Что говорит Раби Мэйр? Раби Мэйр говорю, ребята, все в имени. Он разбирался в имени. Ситуация такая, что Раби Юда и Раби Йоси это все популяризированная каббала, ничего нет. Тут случилась такая история. Раби Мэйр говорит, нужно разбираться в именах. А все, что он разобрался, это то, что его имя было созвучно, имя Кидор, с двумя словами, которые приводятся в Торе, где говорится о грешниках, которые там все перевернут в мире. Называется Кидор Таупухо Тейма. Так он решил, что нужно делать. Что мы из этого можем выучить? Раби Мэйр был прав? Не знаю. Но что-то в этом есть. Что-то в том, что есть имя человека, несет смысл. Деньги пропали? Денег нет, да? Что-то там было. Это бесспорно такое есть. И это, как говорится, просто пример из гемора, что по поводу имен «Да, нужно заморачиваться». И имя, которое дается ребенку, это очень-очень серьезно. Поэтому я могу привести огромное количество историй, которые я сталкивался, и при этом я все равно стараюсь к этому относиться очень-очень осторожно. Но я боюсь говорить о именах, но я думаю, что это нужно сказать. что когда был у меня один ученик, которому его мама при обрезании дала имя Джон, и у него потом были очень-очень большие проблемы, первое, что имя ей сказали, что дайте ей нормальное имя, вы понимаете, что имени буквы «Джи» в Иврите даже нету. Ни «Джи», ни «Жи», ни так далее. Имя имеет важное значение. Раби Мэйр бабки спас нас благодаря этому. И потому, что он понимал, что имя имеет значение. Поэтому говорит Маараль из Фраги, посмотрите в своей книге, Гврот о Шем, киколь шем море аля маут. Имя указывает на сущность. КМО Шем ве от киколь шем угедра давар. Имя устанавливает рамки любой вещи, как и рамки человека. Это очень, да, устанавливается очень широкий, но спектрум судьбы человека определяется буквами, где мы говорили с вами, я не приводил это здесь, но говорили с вами неоднократно, на уроках Тани, где каждая буква это часть палитры мироздания. И комбинации, перемутации между этими буквами и дают наше огромное, огромное, мультиперспективное мироздание. А тем более, когда идет речь о имени человека, когда ты даешь имя, составляя из этих букв, бесспорно, ты определяешь этот гедр, эти баундерис, эти границы, это ты определяешь действительно судьбу человека. Это просто в дополнение к Аризуле. Веодда поговорит еще мораль из Праги. Веодки ашем муре аль иньян миуха. Ки ашем бейн сафек ба аль даварма. И имя также указывает на особенность, то, что называется этим именем, потому что имя дается в соответствии с чем-то. Да, дается в соответствии с какой-то сущностью. То есть, что говорит мораль из Праги? Мораль из Праги есть очень много, кстати, по поводу имен. Там нитивот ашем тоже у него есть, нитивот шалом, там много написано по этому поводу. Но то, что говорит нам мораль из Праги, это то, что имя конкретно определяет сущность человека, определяет рамки его нахождения в этом мире и указывает на особенность. То, что я закину совсем далеко удочки уже к концу лекции, но то, что мне кажется здесь нам нужно задать промежуточный вопрос, что влияет на что? Если мы будем говорить о к... Я объясню, что имеется в виду имя влияет на человека или человек создает себе имя? Как говорится, как сказано в Куэлити, Куэлити, по-моему, тоф шем тоф мишем ин тоф, тоф ли шем тоф мишем ин тоф, лучше мне доброе имя, чем хорошее масло, это отдельная тема, кстати, в морале тоже это обсуждается, что значит это предложение, но имеется в виду, что имя зачастую дается человеку благодаря какому-то качеству. Мы знаем это обычно как кличка, поэтому мы стараемся не использовать в иудеизме клички, потому что она не имеет никакого отношения к общей судьбе человека, а указывает на какую-то особенность. И поэтому нужно сказать, что то, что мораль из Праги здесь говорит, это то, что имя человека определяет какие-то особенности этого человека, имя, которое дается при рождении, имя, которое, как мы видим, когда Лея и Рахель особенности Лея называют имена, дают имена своим детям, это определяет судьбу ее детей. Поэтому есть конкретный смысл и конкретные причины. Опять же, есть в хорошем, есть в плохом. У нас была когда-то лекция о том, что Лея давала все эти имена от своей послеродовой депрессии или послесваривной депрессии, я бы сказал, или постоянной депрессии, если так можно сказать. Но действительно, возьмем там Роу Вен, что там Всевышний увидел мои страдания. Но есть другой комментарий, который, если не ошибаюсь, Рабину Бахе приводит, который говорит Роу Вен, и говорит Роу Вен, посмотрите на моего сына, какой он молодец, что он был готов ради других, своего брата, то Иосифа или то Иуды отдать свое первенство, что он пример. Роу Вен, посмотрите на моего сына и так далее, на каждое имя. Поэтому определение судьбы в соответствии с именем, оно все равно в наших руках. Свобода выбора все равно остается, но имя действительно влияет на человека. Теперь вернемся к Авраму Сарь. Это значит, что то, что было с Аврамом и Сарай до того, как поменяли имя, это было связано с их именем. И это значит, что поменяли имя, добавили эту букву и тому и другой, и это тоже изменило их природу. Мы видим, это очевидно у Сары. Она благодаря букве мы дальше поговорим, почему начала рожать. Не начала, просто родила. И мы видим Аврама. Только Аврама он-то потом не рожал уже еще до того. Тогда вопрос, почему нужно было, остается вопрос давать имя букву Абраму, потому что все равно Аврам уже доказал свою мужскую способность, так сказать. А вместо этого его наоборот заставили сделать обрезание, когда добавили букву А. Но действительно давать имя это особое привилегия, которое есть у нас с вами, у людей. Вы когда-нибудь слышали, как тушканчики дают имя своим детям? В животном мире вообще такое понятие, как давать имя, есть? Кто его знает? Мы пока не были тушканчиками, у нас реинкарнация не работает, как у индусов. Вряд ли вы будете тушканчиками, даже кроликами в Австралии. Не надейтесь. Но мы учим опять же историй, что это действительно привилегия у человека, вот это привилегия человека давать имя. Более того, сейчас мы увидим прямо из простых предложений, что это не просто привилегия давать имя, называть вещи, как мы говорим, своими именами, а это и есть наша возможность быть партнерами в мироздании. Посмотрите десятый параграф, самое начало Тори, второй параграф Тори в книге в главе Барыши. Очень запутное предложение. Следующее предложение там еще более запутанное, я почему-то не написал здесь на английском, не столько на английском, но то, что там, конечно, объясняет Раше, что он пытался спать с каждым из животных, чтобы выбрать, кто же его эзеркинегдот, пока их не оказалось, что он сам хорошо с собой справляется, и поэтому его разделили на две части, на мужчину и женщину, а так он пробовал со всеми. Это Раша говорит, это простой смысл, судя по всему, но что здесь говорит, по крайней мере, в этом предложении, что Всевышний создал из земли всех животных и привел всех там птичек и так далее, и привел перед человеком, для того, что он посмотрел и дал им имена, и то, как человек их назвал, это и было, и стало живой душой этому имени. Посмотрите на формулировку. кролики были до того, как Адам их назвал арневет, это наеврите кролик, или арнав, можно сказать, но это был просто какой-то сгусток энергии. Только тогда, когда Адам дает имя кролику-кролике, лягушке-легушка, в этот момент это становится чем-то, что мы теперь вместе сможем посмотреть, и Саша, и Гена, и кто-то у нас, и Рохал, и Лена, и Велвел, все скажут, это кролик. Ведь это делает что? Это делает то, что имя это не условность для коммуникации. А когда Адам давал имена всему живому, он установил рамки существования этих животных. Пока я приведу пример, о чем вы говорите. Есть болезнь, которую в иудаизме не принято называть по имени. Мы говорим нехорошая болезнь. Почему? Потому что пока что у нас нет никаких знаний о том, откуда наберется, почему наберется, есть какие-то предположения и так далее, но есть четкое правило в иудаизме, что то, чему ты даешь имя, оно приобретает форму существования в этом мире. Поэтому мы об этом не говорим. для того, чтобы не давать форму, для того, чтобы эта болезнь появляла. На ибрите говорят «махала еудуа», аедуа. На русском перевodu «махала еудуа» это известная болезнь. На русском мы говорим «нехорошая болезнь». Кстати, я не знаю, на русском я часто слышу, когда говорят «нехорошая болезнь», но, в принципе, это происходит из-за иудаизма, что говорят «известная болезнь». Мы об этом не говорим. Для того, чтобы не создавать рамки для существования, это то, что это та сила, которая у нас есть, как у Адама, у человека. Когда мы называем что-то по имени, в этот момент мы даем этому форму существования. Это и есть тот процесс, о котором говорит Аризаль, что когда мы не только человеку, а тем более человеку, чему угодно даем название, в этот момент эта проекция отражается от небесного, образно говоря, трона и попадает в этот мир и создает новую реальность. Это в наших силах. Почему? Потому что, обратите внимание, здесь говорится, что Адам, называя имя, делает это нефешхая. Нефешхая – живая, животная душа. А какое у нас еще есть слово, которое означает «душа»? На иврите кто-то скажет мне? У нас есть нефеш, руах – это дух, а душа – это нешама. А что такое у нас нешама? Это то, что отличает человека от животного, как и написано в Торе. Посмотрите 11-й параграф. Когда во втором параграфе описывается процесс создания человека, в самом начале говорится, что он его создал из земли, хотя мы читали прожие, что Всевышний создал человека, и только потом вдохнул его нешама, нешмат хаим – живую душу, и тогда он стал животным душем, то есть существование. Человек – это сочетание божественной души и животной, живой души и животной. Но обратите внимание на вот это вот слово, на слово «нешама». Что такое слово «нешама»? Давайте доску выстенька, выстенька. Видно доску здесь? Видно? Сейчас мы поднимем еще нашу конструкцию, чтобы было видно всем доску. Окей. Что такое слово «нешама»? «Непеш» – это, мы сказали, животная душа. Когда мы говорим «нешама», который вдохнул на Всевышний, а как мы знаем, говорит Алтаребе из книги «Зор», что вдохнул – это значит изнутри вдохнул, это и есть сущность Всевышнего. «Се» – две средние буквы. Это и получается слово «шем», что означает «имя». Возможность нам давать, называть имена, или, как мы уже увидели в поведении Адама, это создавать новую реальность в этом мире, создавая чему-то имя, а тем более, когда идет речь о ребенку. Это потому, что у нас есть то, что называется «божественная душа», которую вдохнул на Всевышний в основе, которая именно встает имя. Это наша возможность проецировать новые имена и создавать новые реальности. Как это делает Адам? Он очень умный, говорит об этом Рабейну Бахья. Посмотрите, как Рабейну Бахья комментирует именно поведение Адама, что Адам может давать имя. Есть у нас у человека эта возможность создавать новую реальность. Говорит Рабейну Бахья, посмотрите, 12 параграф. Как человек его назовет, таким это и будет животным. Он определяет природу этого животного. Что Всевышний перед Адамом пустил всех животных, диких и домашних и так далее. И он их назвал именами. Ваамар лэзэ наэлли крото арие. Этого хорошо бы назвать львом. Вэлэзэ наэлли крот хамор. А этого хорошо бы назвать ослом. Вэлэзэ сус. Вэхэн коль давар вэйны бэзэ нит парсыма хухмато гагдула, кмошэ ая бэцэллэн локима асэй адэшамидвара. И этим он прославился своей мудростью, Адам. Как будто бы, не как будто бы, а потому как он был сотворен по образу и подобию. Что это имя, вот именно возможно, шама, который Всевышний нас вдохнул, это наша возможность формировать реальность. Как говорит Маараль, этот шеф, имя, которое мы даем, это то, что определяет рамки существования того, что мы называем по имени. До того, как мы чему-то даем название, оно не существует. Я думаю, с научной точки зрения это абсолютно понятно. Когда мы говорим о точных науках, что делают точные науки, описывают процесс. Описывают процесс, который уже существует. Но пока Ньютон или кто там не назвал, гравитацией, силой притяжения, оно существовало, но только не для нас. Мы этому не могли давать определение. Мы даем, как только мы это называем электричеством, я не знаю, нейронами, протонами, как угодно. Оно ведь все существовало и без нас. Только оно не было частью нашей реальности. Когда мы даем этому определение, даем этому название, это и есть имя. Мы приводим это в нашу реальность, это в наши силы. Потому что у нас есть не-шама. У нас есть то, что распространяет этот шем, эти имена. И самое главное, вы можете представить, что сейчас придут какие-то новые либеральные ученые и скажут о том, что нет, вот сила притяжения – это очень расистское понятие. Давайте ее поменяем, поменяем название на что-то другое. Это абсурд, хотя в нашем мире даже такой абсурд сегодня может быть. Но мы этого не меняем. Мы этому не меняем имя. Этому дано определение. Оно определенно так, это мы себе представляем. Это общее мускам, это общее соглашение между нами. Все, поехали дальше. Нужно давать другие определения. Это и есть наука. Давать имена. Определять. Давайте определять. Описывать процессы. Только именно поэтому мы учимся в Хаврутах, потому что только тогда, когда ты можешь проговорить свою мысль, в этот момент это значит, что оно присутствует в этом мире. Иначе оно не существует. Пока я не дам этому название, не обрамлю это в рамки слов, в рамки имени, оно не существует. Это то, что делал Адам. Это то, что Адам получает возможность быть партнером в мироздании Всевышнего, потому что человек может давать имена все это время, что у нас есть Шем. Поэтому вернемся к названию детей. Когда мы даем имя своему ребенку, вы думаете, всякие традиции о том, что отец перед обрезанием сидит Раиш из Хохма, величайшую каббалистическую книгу, просто считает целую ночь. Не спят ночью. Сделают специальные там всякие... Почему? Это момент названия имени. Это момент, когда определяется судьба ребенка. Мы сегодня называем детей самые популярные имена в русскоязычном еврействе. Это Бриана, там, я не знаю, еще что-нибудь. А? Да? Или какие-то там... Дамы, господа, мы даем имя... Хорошо, хотите, так и называйте. Но еврейское имя должно быть. Это связь с мирозданием. Поэтому быстро, у кого нет еще еврейских имен, побежали резать писки и брать еврейские имена. И женщинам это проще, вы сами знаете. Но я хочу... Мы посмотрели с вами на практике. Рабейну Бахи, он приводит конкретно технологию, как даются имена. Ну, там длиннющий комментарий, как обычно бывает у Рабейну Бахи. Что, доску брать? Да, да, да. Сори, да. Я отодвину доску. Те, кто в зале, чтобы было видно на экране текст. Но потом нам, наверное, еще понадобится. Но что говорит Рабейну Бахи? Как это происходило? Вы не рали. И кажется мне, говорит Рабейну Бахи, в соответствии с тем Мидрашем, который он привел, что человек понял своей мудростью и разумом, интеллектом природу каждого животного. И давал имя животному в соответствии с тем, что нормально в соответствии с тем, что он наблюдал у этого животного. Так он его и называл. Что говорил Аристотель? Что вся идея науки это наблюдать за процессами. Это то, что делал Адам своей мудрости. И были действительно обдуманные имена. Как, например, он знал, природу льва. Я понимаю, на русском лев ничего не значит. Я не знаю, откуда взял слово. Это очень интересно. Я не такой большой специалист в лингвистике, но интересно просто понять, откуда берется имена в других языках. Да? Заимствоваться откуда? Из идыша? Окей. Что делает Адам? Называют лев, как мы на иврите лев. Это Арье. Почему? Потому что он очень сильный и называют его царем зверей. До такой степени он важное животное, что пророк его сравнивает со Всевышним. Как написано в пророке что когда пойдут за Всевышним, он будет рычать, как лев. Всевышнего сравнивать с любовью. Ну, понятно, вырвано из контекста, о чем идет речь. Но что говорит по этому поводу Равину Бахья? Как Адам разобрался? И назвал его Арье. Почему? Потому что есть духовная сила у букв имени Арье. Что он говорит? Просто имя, которое дается, если взять иврит. Это просто формула. Давайте разберем формулу как в школе, того, что говорит здесь нам Равину Бахья. Он назвал Льва Арье. Алиф Рейш Юд. Я даже поставил запосы, что не подумал, что имя Всевышнего. Буква Арь – это имя Всевышнего. Буква Юд – это имя Всевышнего, понятно. Буква Гей – тоже имя Всевышнего, да? Это у нас имя, четверо буквы, на имя Всевышнего. А Рейш – это Руах – Дух. Соответственно, у нас получается Дух Всевышнего, поэтому Льва сравнивается с Всевышнего, как Всевышний, он царь всего творения, Льв – он царь всех зверей. Это просто такая наглядная кабала, то, что нам рассказывали, как работала технология. Рабейн Бахья приводит там еще много других примеров. И поэтому он сказал, а Рол – он царь всех птичек. И поэтому там разбирается дальше не имя, а Реол и так далее. Это обычная технология. Адам это понимал. И поэтому это нам объясняет, что давать имя – это настолько важный момент, как вопрос, какое право мы имеем его менять. Ведь имя, которое дали Авраму, которое дали Сарай, это дали потомки человеческие, Бней Адам. Помните, еще в Вавилонской башне мы говорили первый раз называться «сыновья Адама». То есть это высечено на кисека. Это проецировалось сюда. Это определило судьбу. Буквы критически важные. Сейчас можно сесть и разобрать буквы Абрама, Сара и так далее. Они критически важны. Вопрос остается, чего? Вдруг им поменяли имена? Для этого нужно понять, что же хотел от них Всевышний. Какие буквы у нас добавлены в имя Абрама и Сара? Буквы? Давайте чуть-чуть опять наглядный, наглядный, наглядный. Была стиралочка. Аня, ты забрала стиралочку? Ладно. Окей. Нормально. Так вот, у нас был Абрам, ему сюда всунули букву Г. У нас была Сарай, у нее забрали букву Ют, она улетела вот сюда, а сюда всунули букву Г. И получилось Сара и Абрам. Теперь давайте посмотрим, что по этому поводу говорит величайший каббалист, основатель движения Хаббат, Алтаребе, в своем комментарии называется Хасидиша Тойра, Хасидиша Парша, что? Акадин, да. А Хасидиша Парша, что-что? Сори, да? Ой-ой-ой-ой. Стыдно, да? Стыдно, да? Окей, сюда. Окей, потом покажу еще. Что говорит давай подчем, что говорит Алтаребе? Ну, сори, я закрываю экран, подвинем, видно? Спасибо вам. Да. Сарай ищтехалу тикрашма сарай. Имя своей жены сарай больше не будет таковое, а будет ки сарашма, будет называться шма, да? Вот так вот Всевышний говорит, что теперь она уже давно не сарай, она уже сара. Зачем саре поменяли имя? Для того, чтобы она была родить. Вся идея в том, в чем была? Когда саре поменяли имя, она тут же родила. Забеременела. Ей дали какую букву? Букву Эй. Соответственно, мы должны сказать, что буква Эй, она что-то там оплодотворяющее. Здесь все не так просто, потому что если она оплодотворяющая, то тогда понятно, да, Аврам тоже прошел эти все процедуры, получил букву Эй, но Аврам уже у нас оплодотворял, у него уже сын Ишмаэль к этому моменту есть. Зачем же ему дали? Так зачем ему дали буквой? Сара получила, ей все установили, потом путем прямого переносного смысла научного тыка определили, что у Аврама могут быть дети, определили, что проблема у Сары. Саре дали буквой Эй, причем здесь Аврама. Аврам за компанию, да? Хромосомы, да, начали работать. Окей, все гораздо интереснее. Все гораздо интереснее. Кимаамар Азаль, как сказали наши мудрецы, Сарай Лотиле, что с именем Сарай не рожают. В Имке он царит льет, а ло ма лат юд габуа мина гей и юд кухма бэ гей бина. Алтарев задает логичный вопрос. С помощью чего рожают? Нет, рожают с помощью сперматозои. Поэтому у нас есть имя Всевышнего, запишем вот так, буква Юд, и вторая буква это буква гей. Которая, буква Юд это источник всего мироздания, мы с вами уже когда-то об этом говорили, потом не буду в подробности. Буква Юд это у нас кухма, это у нас, дайте, уже урок заканчивается, вы только подключаете. Буква Юд это у нас мужское начало, мэ. Почему? Какой сперматозоид, это рождается, начало всего мироздания. Идея, точка. Дальше, для того, чтобы появился ребенок, недостаточно сперматозоиду куда-то поплыть, а что нужно? Нужно утроба матери. Утроба матери это там, где сперматозоид превращается в соединение с яйцеклеткой в что-то, в какую-то форму. А форма это трехмерное пространство, поэтому у нас есть буква где раз палочка, два палочка, три палочка, и вместе они дают нам трехмерное пространство, которое и есть женское начало. Буква Гэй это у нас Жо, женское начало. Поэтому логично, что Аврааму должны были добавить букву Юд, чтобы он рожал, но вроде бы у него и все так хорошо. Сари логично добавляют букву Гэй, переселяют яйцеклетку просто-напросто. И она теперь может рожать. Но при чем тогда Гэй к Аврааму? Это то, что спрашивают здесь Алтаребе. Юд нужно было добавить к Аврааму. Логично? Да? Да? И все где-то рождение происходит от хохмы, от мудрости, от буквы Юд, с четырехбуквенным имени Всевышнего, который есть мужское начало, которое ничего, точка ноль-ноль и от него все дальше разбивается, как от этого одного смелого сперматозоида. Маши Энкин Бина. Буква Э, это у нас Бина, это женское начало. Некра Геш. Это уже существо, это есть. То есть есть форма. То есть есть где-то, что можно задать. Мы когда с вами говорили, что буква Юд это точка ноль-ноль, вот она сюда вот попадает, а из нее уже распространяется пространство, где можно задать какую-то форму. Буква Гэй в данном случае. Бина это то, что называется Штива Эбр, распространяется Штива Эбр, как говорит Алтарэбе, что этот задает систему координат из точки ноль, и дальше уже идет наше мироздание. Если рождение это от буквы Юд, то Сара забирают наоборот. Что забирают у Сары? У буквы Юд. И дают ей букву Гэй. Я понимаю, дамы и господа, сейчас можно тут придумать кучу прикольных фредийских историй о том, что Сара слишком было много у нее мужской энергии, которая была буква Юд. Давайте еще раз покажем, как это выглядит, чтобы было понятно. Так? У нас есть Сара, которая была Сарай. Вот это у нас буква Юд. У нее забирают букву Юд и вставляют ей, вживляют букву Гэй, которая у нас источник, которая у нас утроба, которая у нас есть женское начало. То есть, здесь можно действительно много всего придумать о том, что у Сары слишком было, она слишком была, я не знаю, доминантна она была, она была еще подарок, как мы с вами учили, но слишком много у нее было мужского, то есть, буквы Юд, и поэтому ей делают операцию по изменению пола, сейчас меня закидают тухлыми яйцами, нет, это я просто для красного словца, и дают ей букву Гэй, и теперь она может рожать. Подождите, но мы-то сказали, что эти имена высекаются на кисе, кого-то, они высекаются на троне Всевышнего, с них проецируется вся судьба, что же, куда девается у нас буква Юд, все знают известный митраж, который приводит Рашу, но только давайте красиво почитаем, как он в первоисточнике, потому что у нас есть место в Торе, которое мы упоминали, куда делась эта буква Юд, я забегу сразу конец истории, но начну с цитаты истории, 15-й параграф, это перечисляются имена всех разведчиков, которые правили в землю Израиля, обследовали землю, и тут говорится нам о Муше, Леоше Бенун, который был спокойно себе, Гоше, да, был у нас Гоше, так, как он здесь, да, так, ему добавляют букву Юд, и он у нас становится Яшо, зачем, чтобы мужиком был, чтобы когда все эти будут говорили, о, мы не можем, это все опасно, и так далее, и нормальный риберализм, давайте останемся, будем в изгнании, и так далее, Яшо пришел сказать, чуваки, мы сможем, чтобы был мужиком, он букву Юд добавили, это только что придумал, но не важно, 16-й параграф, но, все сходится, 16-й параграф, как объясняет Эдамедра Шрава, очень красивые слова, Рабишина Бар-Юхая, автора книги Зор, посмотрите, 16-й параграф, рассказывает нам Раби Шимон Бар-Юхай, Юд, Шинаталя Кадожбоку, Месарай, Юд, который забрал Всевышний Усарай, Аятас, Вепурех, Лифнейки, Сошля Кадожбоку, он улетел и летал где? Перед троном Всевышнего, где он был высечен, он оттуда пришел, челк-дурк, его забрали, убрали, он туда полетел, обратно, к этому трону Всевышнего, о котором говорил Ариза, амарлы, пана, припаношел, лам, бичвиль, жаник, танаж, беутиот, цитани, месарат, цадеки, это такая самая маленькая буквочка, поэтому ты меня забрал у Сары, праведницы Сары, он-то забыл, это буква Ю, что он-то маленький, да удаленький, это и есть перматозоль, это и есть мужское начало, он говорит, Всевышний, я маленький, так все, можно меня тюк-тюк-тюк выкинуть, да, амарлы, когда он же был, отмечает Всевышний, этой буквой Ю, вначале ты был в женском имени, где тебе, чувак, не место, Сара должна быть мамой, а не руководительницей всего человечества, и поэтому, и более того, это был в самом конце, сейчас Ахшаб, они на Тенха бишмошель, Захарше Берушан, я тебя ставлю во главу имени, главы всего еврейского народа, и он прилетает у нас к Яшуа, да, Берушанше Леутиот, в начале слова, становится первая буква, Шлемар, Вайкамуше, Леуше, Бенун, Яшуа, то есть, никакая буква никуда не вливается, что мы из этого можем выучить? Если чувак решил, хочу поменять себе имя, мы видим, что даже у Сары, та буква, которую у нее забрали, она никуда не делась, она осталась, она где-то витает, она в прострации, она не выполнила свою миссию, она приходит жаловаться ко Всевышнему, а тем более, когда мы просто простой смертный меняем, это первое, второе, да, понятно, буква здесь, гинекологическое вмешательство понятно, буква Юд мужское, уходит тому, которому реально нужно быть мужиком, Яшуа, и стоять во главе всего народа, и противостоять этим разведчикам, а Сари, вшивляется буква Х, которая есть у нас, яйцеклетка, теперь она может рожать, имена определяют сущность, имена определяют процессы, это то, почему Сара получает имя, букву Г, более того, вы наверняка этого не знаете, но этот такой медицинский подход был использован позже, кем? Именно с буквой Г. посмотрите 17 параграф, чуть-чуть позже, через одно поколение, в книге Барашид мы читаем, кто говорит эти слова, и сказала она ему, вот моя наложница, рабыня Билга, приди к ней, и она родит у меня на руках, и я от нее тоже смогу что-то построить, простое объяснение, понятно, кто говорит кому-то, Рахель говорит Якову, Рахель бездетно, простое объяснение, и Раша это приводит, что поведение Рахель было в соответствии с Сарой, которая пробовала все известные способы на тот момент, у нее нету детей, Сара привела Агарь, чтобы Агарь рожала, может ей помочь, но Раша так и объясняет, что это скорее всего было для того, чтобы, ну как по примеру Сары с Агарь, Рахель, что не знает, чем это закончилось? Она прекрасно знает, чем это закончилось. Там, если почитать Раши, Раши говорит, что Яков ей ответил, моя бабушка грешила с водолазом, мы уже все проходили, мой дедушка уже через это все делал, я так не хочу. Но, обратите внимание, если смотреть не на простой смысл, посмотрите на текст, написано, ибане, это я построюсь, но это то же самое слово, что банин, и у меня дети от нее тоже будут. Рахель идет на что-то другое, она знает какую-то другую секретную нетрадиционную медицину, как забеременеть, потому что она говорит, благодаря Билгея я тоже смогу забеременеть. А теперь давайте вспомним, кто наши четыре мамы, которые нарожали 12 колен? Леа. У нас есть Леа. Леа, Рахель, Зилпа и Билга. Что у нас есть в Ле? Буква Г. Что у нас здесь в Зилпе? Буква Г. Что у нас есть в Билге? Две буквы Г. У Билге у нас две буквы, а чего у нас нету, Рахель? Рахель единственная из четырех жён Якова, которой нету буквы Г. Поэтому Рахель говорит, Чувиха, у тебя две буквы Г, поделись со мной одной. Это значит, что благодаря тебе я тоже смогу родить детей. Это не я говорю, а такой прикол нам показывает Рабейну Бах, я к которому уже обращаюсь. Посмотрите, 18-й параграф. Мы знаем, когда у Леи родилось уже четверо детей, у Рахель нету никого. Мы помним, что там должно было 12 разделить на 4. У каждого из четырёх Лея решила всё. Иуда, две буквы Г, уже отражало своё. Забирайте от меня эту яйцеклетку. Рахель очень-очень начала ревновать. И пришла к Якову и начала говорить, давай, хочу детей, хочу детей. И это была очень сильная молитва, поэтому мы, даже когда мы хотим что-то изменить, молиться нужно со всей силой. Повторяется та же история. Он говорит, я же не против. И это от меня зависит. Я уже нарожал детей. Значит, у меня всё работает у Якова. С буквочкой Ют, первая. И тогда она отдала Якову Билгу, свою наложницу, сиделку, сестру, в принципе, чтобы от неё получить силу рождения с помощью всяких интеллектуальных манипуляций. Он говорит, возьми Билга, пусть она родит. Посмотрите дальше, что говорит Рабейну Бахья. Говорит Рабейну Бахья, он это знает, я ему доверяю, он жил в Сарагосе. Наверняка там было классно тогда, в XIII, XII-XIII веке. Так сказала Рахель Габейну Бахья. Они энлишми от Эй. В моём имени нет буквы Эй. Ни одной. Как мы выяснили уже у Сары, это то, что даёт силу рождения. Это наша яйцеклетка. Как есть у Лэй и у Зирпы, её наложницы. У них есть буквы Эй. Нам есть Билга в Шивкате, но у меня есть Билга, моя рабыня. У неё есть две штуки, две буквы Эй в имени. Байлеа, иди, и пусть она родит от тебя. Батилет Альберха, и она родит мою заслугу, на моих коленях имеется в виду, мою заслугу. Микох Ахат, за счёт одной яйцеклетки, одной буквы Эй. Бэй в ней гаманухи, мимена, микоха шинит, а я смогу родить от второй буквы Эй. Бэй, а, зялда лобэн, векара шмодан. Тогда родился у Билги сын, назвала его Дан. Не спрашивайте меня. Я понимаю, сейчас можно это всё развить, что вообще Билла была суррогатной матью для Рахеля. Или мы вообще Рахель пересадили яйцеклетку от Билги, и теперь Билла осталась одним, а Рахель с двумя. Но факт в том, что эта технология лечения изменения имени, она работала у Сары, и она сработала у Рахеля. Другой вариацией, но сработала. Всё, что нам осталось здесь вырослить, это что, при чём здесь Авраам? Это то, о чём мы сейчас будем заниматься. При чём здесь Авраам? Аврааму тоже добавили букву Эй. По идее, если мы говорим, что Авраам сделал обрезание, и только после этого у него с Сарой могли бы быть дети, то какую букву ты должен добавлять Аврааму? Букву Ют. Но ему тоже добавили букву Эй. Кроме того, зачем? Ведь он уже нарожал. Отсюда мы должны понять, что скорее всего, скорее всего, Авраам вообще к этому ни при чём. Для того, чтобы объяснить, что Аврааму добавили букву Эй, должна быть какая-то другая причина. Ему добавили, наоборот, женское начало, а не мужское. А у него всё уже было пучком, у него всё было хорошо, у него уже был сын. Подумайте о его трагедии, но это другая тема для другого разговора. А теперь вспомните, что означает, ребят, Авраам? Авраам, великий отец. Он накуролесил там в буре холодейском. Всё перевернул вверх ногами. Пошёл в Хоран, там они наконвертировали кучу-кучу-кучу душ. И вот он приходит в землю Израиля. Более того, побеждает в войне те, которые пришли воевать с ним, которые на самом деле, потому что он там накуролесил во главе с ним родом. Они против Авраама. Авраам побеждает в войне чудесным образом. После этого, говорится, после этих событий, Авраам очень боится. Всевышний говорит, не боись, у тебя много заслуг. Чего Авраам боится там? Потому что он боится, что он, понятно, чудесным образом побеждает в этой войне. Там целых армий, там их 300 человек, там кидают, есть метраж, я не проводил, здесь уже нет на это времени. Песок превращается в копию и так далее. Авраам думает, о, мамочки, если им я так поведу, у меня такие чудеса. Это значит, что я сейчас кешаут все свои заслуги. А что же мне делать? Мне нужно стать отцом множества народов, отцом еврейского народа, который столько накуролесит, что мои заслуги им ещё понадобятся. Посмотрите, что говорит ему Всевышний. Объясняет Раши. Так и написано. Вспомните, почему он называется Авраам. В самом начале мы привели. Всевышний ему говорит, ты будешь отцом множества народов. Что значит эта буква Гэй в данном случае? Вспомните, что говорил Алтар Эбе. Алтар Эбе говорит, что буква Гэй показывает ли архава, расширение. Буква Гэй показывает на то, что нужно перейти на новый уровень. Сара получает букву Гэй и получает статус матери. Это про матери. Это совершенно новый, она переходит на другой уровень. Та же самая технология, но не обязательно в гинекологии. Работает у Авраама. Посмотрите, что говорит по этому поводу Раша. Самый базисный комментарий. Говорит Раша. Что значит Всевышний Санн сказал, так это стал отцом множества народов. Лашоннутрикон. Это сокращенно, аббревиатура. Шэшмо. Имени Абрама. Ав Амонгуим. Абрахам. Верейш шаита бобитхила. И то, что... Вначале там была тоже буква Рэйш. Шило ая ав эле ле арам. Шумакумо вахшав ав леколь хаулам. Раше не следует своим принципам объяснять все просто. Сори, я заглядел, но нам опять нужна доска. У нас был... Срахель и ле разобрались, уберем их. У нас был нормальный себе... Был нормальный себе Абрам. Арам. Если убрать букву Гэй, что это начало мироздания, получается Арам. Где откуда у нас Абрам? Арам на Арае. Место, которое называется Арам. Он там был самым главным. Он там смог распространить имя Всевышнего и так далее. И по идее, что должны были сделать? Должны были убрать букву Рэйш, потому что Арам. Это хоть и великий, но означает Арам. И поставить сюда букву Гэй. Как-то вот так вот. Абхам. Слабуквы. Любовь. Ахабам. И так далее. Но, Раша подчеркивает, букву Рэйш оставили. А сюда, после буквы Рэйш, между Гэй и Рэйш и Мэм, добавили букву Гэй. Почему? Потому что Абрам уже выполнил свою миссию в Араме. И теперь у него новая миссия, для которой ему нужно новое расширение, которое, как мы выяснили, сработает с помощью буквы Рэй. Перейти на другой уровень. Ему добавляют, но не убирают Арам. Это очень важный, о котором сейчас мы поговорим. Шиу макамо бахшаб аблы холе унам. Теперь он становится отцом всех народов, всего мира. Две трети, три четверти человечества. Сегодня мне недавно одной лекцией сказали, я давал лицо на месте. Одна женщина, которая какая-то там миссионерка, она ходит на мои лекции и уже не пытается заниматься продвижением своих тем, и спорит со мной, понял, что это бесполезно. Она сказала, что Абрам – это отец всех верующих. На сегодняшний день ислам и христианство – это абрамические религии. Всевышнему нужно было добавить букву «эй», для того, чтобы Абрам получил вот это расширение, а только через женское начало, это может быть предсад было выйти на другой уровень, появляется новая жизнь, он со мной поднимается на другой уровень с помощью той же самой инсталляции яйцеклетки, только мужское начало, буквы «эй», для того, чтобы он из отца Арама, там, где он уже выполнил свою миссию, стал отцом всего мира. Буква «рэй» не уходит, которая соответствует вот этому Араму. Что делает Сара? Сара нужно стать матерью. Она свое мужское начало дает ему «яшуа», чтобы он стал мужиком. Абрам получает букву «эй». Никак не связана с Сарой. У него совершенно другая тема. Он закончил свою миссию, как исправил весь Арам. За окончание этой миссии, как бы ты ни старался по-хорошему, как он делал, в конце концов, заканчивается войной. Он побеждает в этой войне. Тора говорит, «Ахара дворимейлу». После этих событий Всевышний дает Абраму сына Ишмаэля. Но он говорит, потому что он говорит Всевышнему, «У меня не будет детей. Я столько всего получил, столько заслуг и так далее. Кому я это передам?» Он говорит, «Будут у тебя дети». И даже будут у тебя дети с Сарой. Тебе нужно тоже перейти на другой уровень. С Сарой мы разберемся. Мы сделаем операцию. Твоя миссия – распространять себя по всему миру. Тебе нужно… Ты боишься за то, что потратил тебе заслуги. Ты выполнил ту миссию. Теперь мы даем тебе новое имя. И теперь ты не будешь называться Авраамом, а будешь называться Авраамом. Почему? Потому что поменять имя человеку можно только… Или когда, не дай бог, он болеет. Как Сару, у которого нет детей. Авраам не болеет. Или ситуация с Авраамом, когда он выполнил всю свою миссию, которая от него требовалась. То есть то отражение, о котором говорит Аризе от Кисея, так вот, оно закончилось. Там уже все буквы поставили галочки, и теперь он рождается как новый человек. Он перестает быть Авраамом. Авраам выполнил. Немрод побежден. Все уже признали, что он слуга высшего бога, как это сделал Малкицедок, и Седок, и Шем, и Эвы, которые есть Шем, и Эвы. Всевышний ему говорит, не волнуйся, то ты уже сделал. Теперь новая миссия. Ты рождаешься заново. Что мы делаем после родов? Обрезание. Даем имя. Делали обрезание. Его буква А – это новое имя, новая миссия. Таким образом, в двух ситуациях можно давать имя. Менять имя. Это или, не дай бог, человек болеет, как Сара. Это то, что говорит Шулханору. Или, ну не все мы, Авраам. Как Авраам, которому нужно это новое имя, потому что с тем именем он уже сделал. Но обратите внимание на очень важную вещь. Раши подчеркивает. Это говорит Раши. В самом простом комментарии. Раши подчеркивает, что от того, что ты сделал до того, от этого багажа отказываться нельзя. Нужно двигаться дальше. Почему? Потому что у нас есть другая Аллаха. Рамбам более интересно относится, к этому и приводит эту Аллаху в законах Цшувы. Посмотрите, 20 параграф. Мидарке отшивали йод шав в цуэк тамит левне ашем бебехи в этахануним. Как делает, говорит Рамбам, как делается Цшува? Первое, кричи перед Богом и кайся. Так? Второе, в осет здака кификохо и дает пожертвования делать здак настолько, сколько можно. Мидархет арбеми надавар шихатабо и как можно дальше уходить от того, чем он согрешил этот третий пункт. Четвертый пункт Цшувы умишане шмо и меняет свое имя. Келомар ани ахэр вэйни ото ища аса аутана маасим я другой человек. Я теперь другой человек. Умишане маасап и потом меняет все поступки, все дела. Укулан литова все должны быть хорошими. Идет по прямым дорогам и приезжает в другое место что изгнание другое место исправляет грехи потому что иммиграция привела к тому, что становишься скромнее вначале, потом забываешь. Но что здесь говорит нам Абрам просто потрясающая речь. Он нам дает Аллаху как стать Абрамом. Хотите поменять имя? Спокойно. Да, можно рассмотреть что теперь раньше тебе говорили Рабинович бандит, а теперь Рабинович писатый. Так тоже можно это но что говорит Рамбал? Менять имя без проблем. До этого бейся опять ковруть, рви на себе тельняшку, давай сдоку, исправляй все что угодно, потом меняй имя и обратите внимание, а потом иди по хорошей дороге, потому что эта новая дорога определяется чем? Твоим новым именем, ты получаешь теперь новую миссию, ты рождаешься заново. Для нас с вами, которые сделали обрезание в сознательном бессознательном возрасте, это элементарно. Мы, естественно, когда сделали джу, пошли чик-чик-чик, получили новое имя, пошли новой дорогой. Но эта дорога не закончилась. Нам точно так же нужно отчитаться на кисая кого-то, как это сделал Авраам, позакончить эту миссию, вот тогда можно брать новое имя, как это дано было Аврааму, буквой чтобы у него появились новые возможности теперь распространять по всему миру. Но самое важное, это просто бич, который существует у людей, которые становятся соблюдающими. Это не значит, что все, что у вас было до того, нужно перечеркивать. Аврааму не убрали букву Ей, ему не убрали того Авраама, который был, все его страглосы, которые были, были все испытания, которые были еще в Вараме и до того в Урихаладейском, он строит на этом. Для того, чтобы построить, получить новое имя, нужно в первую очередь использовать все, что у тебя было, было до того. И тогда, что говорит Рамбам, тогда, как вы обратите внимание, после того, после того, как ты получаешь новое имя, что становишь новым человеком, вот тогда твои дела становятся хорошими, становятся добрыми, и тогда твое имя, которое, как сказал Маоралис Праги, оно определяет рамки твоего существования, оно тебя уже направляет. Главное, поймать вот этот вот смысл этого нового имени, но к этому лежит очень долгий путь. Или, как сказал Шекспир, этим мы и закончим, what is the name that which we call a rose by any other name would smell a sweet. Имя должно быть такое, у каждого человека, это то, что говорит Шлома Амела, что мне лучше хорошее имя, чем хорошее масло, такое, чтобы когда это имя произносили, все знали, а, мы знаем этого человека, он изменил свою жизнь. На этом мы сегодня остановимся. Спасибо большое. Ой, сколько меня там много. Всем спасибо, кто был с нами на Хаббат Датру, кто был с нами на Фейсбуке, кто с нами еще на Зуме. Если у вас вопросы на онлайн-трансляциях в Ютубе, оставляйте комментарии к этому видео. Всем пока, кто там, где у нас был. И, да, давайте остановим запись. И кто у нас остался еще в зале и на Ютубе.